Балкан Но тепло Но цены, соответственно, в два раза ниже, чем в курортный сезон При этом все еще работает И вот у меня на фоне Это, наверное, главная достопримечательность Пула Ну, кроме того, что Пула является курортом Это амфитеатр Он более-менее неплохо сохранился Конечно, вот я бывал Ну, это не Колизей Но я бывал еще в Тунисе Есть Эльджем Он лучше сохранился, так по виду, мне кажется Чем этот, но он достаточно крупный И сейчас давайте пойдем посмотрим На амфитеатр Это такая уже избитая достопримечательность, конечно Это как визитная карточка Но классно, что еще вот сразу же Видно, что классно Все аккуратненько, все красивенько Все цветет, все в зелени Вода там И еще один плюс у Пула Что все достопримечательности сконцентрированы очень быстро В одном месте почти Все вкусно, хорошо Да Ну, вот пойдем Все они хотят То ли бесплатно пускают, то ли деньги хотят Если хотят, вот сколько Ну, надо зайти Просто Юльке интересное Амфитеатр Галерея Амфитеатр Здесь, вон, какая панорама Открывается Ну, то надо ждать А, нет, это вообще тупик Это галерея Это что-то другое Ну, ну, да Тебе эту петличку напялить Не слышно, наверное Как я снимаю, говорю Меня-то слышно от тебя Не знаю Ой, слушай, какой солнышек Пойдем наверх Там, по-моему, вход был амфитеатр А может быть и бесплатный вход В амфитеатр У них Ну, по сути, это Руины Руины, да Законсервированы, да Нет, тут калитка закрыта Ну, вообще, туда нельзя Ну, так, когда они мне пойдем наверх Может, оттуда могут идти Тоже, вон, снимают видео Ну, вот, люди же там ходят Как-то же они туда А, значит, все есть Нет, на мостах Вот там открыто Ну, ладно Обойдем его кругом все равно Нет, это все Величественное Да, уж И особенно в хорошую погоду А погода сейчас хорошая Солнце выпекает В прямом смысле слова Солнышко Уже жарко становится Это факт Солнце становится в два раза Приятнее, кстати А небо голубое какое Да Здесь Всевозможные Посадки Посадки не топтать Да, они тут даже посадили Вон Покрасивее сделаем Потому что Сделали Своим центральным постом В Истрии В Истрии Это место, где мы находимся И очень филили Это место Потому что Оно было Ближе ко мне Было, во-первых, близко к морю И Помогало Для дальнейшей экспансии И Недалеко от Италии Потому что, чтобы вы понимали И если мы находимся С одной стороны Адриатики С другой стороны Адриатики Находится, собственно говоря Апенины Итальянский сапог И Во времена Цезарей С логистикой было Проблематично Да, то есть Поэтому Было Очень удобно Содержать Именно крепость Пулу И Возить через море Все, что надо Хочешь солдат Вези Хочешь провиант Вези Хочешь награбленное Вези Обратно И Потому что Еще Нюансы Это сейчас Нарыли под Горами Тоннеля И все прочее Раньше Пула Была Защищена Естественным Образом Потому что Со стороны Хорватии Остальное Она Прикрыта Горами И Чтобы сюда Попасть Мы 5 километров Въехали По Горному Тоннелю Одно Дело Пересекать Горы На машине А другое Дело Это Пересекать Да Еще Через Эти Туннельчики Там не было Туннельчиков Там и дорог Не было Ну и Дорог Не было И Забираться Сюда Через Горы Это Тот Еще Квест Вот А Тогда У тебя Есть Возможность Привозить Сюда На кораблях Это Очень Док Каша Тут Кафешки Всякие Да Но Сейчас Я Уже Все Не Сезон Сезон Тут Толпы Сезон Тут Толпы Я говорю Вот это Главный плюс Осилия Балка То Что Нету Толп Туристов Потому что Я говорю Вот Так Любой День Сезон Еще Месяц Назад Здесь Было Просто Табуны Народа От них Не Протолкнуться Не Ничего А тут Вот В Летний Маечки Идет Товарищ 25 октября Товарищи Товарищи Класс 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 Поверь мне А что за сирена Ну Что-то У них Там Товарищи Через Решетку Амфитеатра Снимать Нет Все Видно Очень Вот Старые Старые Да И Все Таки Вот Что У нее Еще Есть Один Плюс Она Более Ровная Все Таки Да Конечно Идеальной Ровности Хорватии Вы Наверное В этой Местности Не Найдете Наверное Где-то Есть Какие-то Менее Гористые Там Старые Вау И За счет Того Что Она Более Ровная Во-первых Легче Гулять Это Раз Потому что Бегать Верх Низ Верх Низ Это То Еще Удовольствие А во-вторых Ветерочек Ветерочек Прям Комфортно Сегодня Температура Именно Вот Это Вот Это Плюсы Да То есть Не Жарко Не Холод Потому что При Сорока Градус На Это Тоже Не Особо Да Туда 27-28 Уже Бегать Осмот Осмот Для Осмотра Достопримечательностей Это Шикарно Вот Вот Сто Еще Шикарно Лишний Плюс Огромный Плюс У Хорватии То Что Хорваты Говорят По-английски Хотя Бо В Туристических Местах все я даже зашел в какой-то сегодня напротив дома заюханный магазин готова я уже приготовил самому вот-вот-вот она мне на хорошем английском ну для обывателя для окшарта конечно этот дом сдается толпы туристов она наверно поэтому тоже и забегают к ней естественно я проживу проверить тому что в польше что это им вообще плевать кстати есть кто говорят но много кто не говорит вид отсюда обошли немножко все еще никак не придем но он лишь он такой довольно да мощный да конечно не калинсей и даже не эль джем но все таки так как же эти люди в него попадают да вот же сидят внутри каким-то макаром они туда попали это и есть та тайная дверца после какие деревья сзади обалдеть они так обстрит ли они как всякие деревья а я шо там растет на не а пальма это понятно пальма там другие меня заинтересовали деревья вот наверно в год слушай а чё ты пошел в брюках вот тут лишь идет парень что там какие-то опять не ходят но что по идее похожишь на то очень похожи на все что да сто процентов больше пяти студенты пять нормально детям супу пятерка 25 начинал ну что мне просто про что а там все типа магазин да ну вот значит чтобы приобщиться к прекрасному взрослым стоит 10 евриков детям стоит 5 евриков и студентам никто не проверяет студенты или нет то чисто теоретически можно было бы сказать что мы все студенты наверное она увиделась бы вот так что вот осматривать коллеги ну осматривать нечего нечего ну пройдемся по нему удивительно что они так как ну берут да потому что первые опять же проводят параллели да в том самом деле я оценок не помню сколько было потому что мы были соблюдены я даже не знаю но там были хорошо сохранить все эти камеры подземные в принципе можно было ограничиться и снаружи все было все видно ну что по ступенькам не походил нет вот виды кстати лишь что-то вниз это выход если туда пойдешь а нет а там может быть сувенирный магазин будет что-то надо а то вот мы были в трессе ничего не взяли там такой ливень пошел ну вот можно посмотреть отсюда в сторону моря да море ничего не особо видно из-за деревьев ну как там классно оттуда дует но вот ребенок сегодня впервые в амфитеатре вот это вот именно амфитеатр где проходили всякие мероприятия гладиаторские битвы и всякое прочее и причем они пощупайте пощупайте эти камни историю но я боюсь что как бы большинство этих камней уже посмотри вот на ту стеночку да вот на этот фрагмент наверху посередку ну вот и что который по цвету серенькому выделяет от всего прочего нет они просто их обрабатывают и это те камни просто они их уже чем-то ну чтобы они не крошились наверное да и все на самом деле это я думаю те камни все же вполне вероятно потому что камни это вещь серьезная каменистая вот я говорю ну вот эти вот все вот видно море немножко о вот отсюда видно что это море море да пока вид бездомный не оценить спряталось оно ну кстати я помню что периодически здесь в амфитеатре проводились какие-то мероприятия устраивались там какие-то там ну то есть здесь он используется еще как вот комплекс какой-то такой для концертов или еще чего то это считается с верхним шиком а мы зашли в тупик то нано можно переступить идти дальше а что тут все перекрыто ходы потому что это обваливается наверное есть риск обрушения а это вот именно это клетки где сидели звери где ждали гладиаторы выходили да 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 но помню что мы на тему были там все это сохранино там можно было ходить по этим местам по уезжай но тут как бы сохранность киев не опасная учитывая что этому строению уже сколько лет но вот мы местами сохранились ложе в который под вельможи сидели потому что это специально может быть даже они не сохранились что-то подреставрировали чтобы было видно ну хоть что-то на напоминала там какая-то часть я думаю каждый видел где-то фильмы про древний рим да и когда он полный амфитеатр народу и в ложах сидят там цезарь и мужик а вот плеб сидел здесь не и чтобы вонючий плебс не мешал бы аристократам свалтаса зрелищины а вот наверное была вот эта центральная дорожка она должна была быть арка и вот перед эту арку наверное на арену попадали участники так сказать действуют можно посидеть на ступеньках у нас уже есть такие фотографии в тунисе вот ну там конечно более так а дети бегают довольно хорошо юльки я не знаю интересно это что дома жилые вот они так смотрят на это каждый день и думают о люди ходят здесь уже сдают а и тогда там гадахту море вон пожалуйста из одного окна видно да ну вот такой вот поснимать чуть-чуть кстати даже говоря не особо много но а вот там ложе есть вот интересно которая из них была рука в каждом амфитеатры сколько я знаю должна быть цезаря ложа и вот она да это было вверху я какая же этих лу из этих лож было цезарю то что я вот честно говоря не вижу существенного различия между той и вот этой которая находится здесь у нас да наверное две восстановили а может быть как бы цезарь в одно и типа еще какие-то товарищи в другой так какие-то братья с детья дядя сватья но я не знаю полезем мы на ступеньки за десятку что на каждую ступеньку за 25 евро мы даже вот тогда нам сюда если мы хотим залезть на ступеньку и посидеть приобщиться к истории а ну смотри в ронде то арена для кориды тоже похоже на амфитеатр но мы на ступеньках сидели но мы и на более древних ступеньках сидели вспомнил ронда нет ну да я слышу да но поэтому но тот личный используется во всех съемках фильмов потому что этот не все-таки ну да руины есть но этот фотки в основном вот эти с наружной части дорожи как ты всю форму видишь сразу да а тут мне ну тоже пофоткаться и пофоткаться и просто погулять парочку так если по большому счету разобраться на 25 евро это не так там много опять тем более что я думаю что будет в местах определенных зарядили бы и побольше и учитывая дефицитность этих конструкций они есть еще скажем так здесь что-то вообще ничего он соли нашел туалет современный кит тут о туалет и для кого для посетителя счастья захочет откликаться под наплывом так сказать нахлынувших немного чувств истории древних и они вдруг наружу устремятся чувства они могут быть весьма бесконтрольны о сведуешь да вот так вот какие-то вон конца части конструкция в этой вещи по крайней мере круг сохранил как вот это это нижняя часть вот трибун это вот где черн сидела ты скандировала потому что но смотри сколько же они должны видеть своего этого да и что он там был а эти как его а там тоже думаешь был я думаю вообще они со всех сторон может быть несколько ложь было его перемещался несколько это было для знать или всякого не только для он один но они могли встать и повернуться лицом кстати поскольку они сидели ниже и не было ли так что они и делали вскакивали потому что тут я думаю идея так то это тоже находилась приблизительно в таком то состоянии какие-то может чуть-чуть получше поэтому ее выбрали и восстановили я так ощущаю что тут уже попозже вот у меня тоже времена напоминаю знаешь как эти кирпичи ведь вот там вот вот это более древние вот смотри о да это камни да а здесь вот прямо вот ну прямо вот так хап-хап конечно под старину сделали но по-моему это они уже доделаны на тут вообще ничего не было наверно я для дома чтобы цель восстановить одну трибуну тоже вот 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 лишь вот эта кладка явно то это древняя кладки скорее всего вот это сохранилось поэтому решили и еще почему наверное эту устанавливать потому что стопс сейчас мы поднимемся на трибуну туда переход вот она них попался да потому что раньше-то какой кирпич нашли в горах какой откололся такой вот использовали вот так конечно ну я думаю что именно 5 или аккуратно вот тут можно конечно полететь здорово для восстановления потому что ты будешь сидеть да посижу помещаем потому что смотри вот там краны портовые эти портовые краны вечером подсвечиваются на темнее это называется светящийся гигант в нем мы до вечера здесь не будем то что нам вехать надо но факт остается фактом что вот это вот сами краны называются да потому что хорватский художник придумал как их разнообразить и на них зажигаются в тысячи лампочек они красивые современные обычные краны это обычные краны и нет они достаточно старые эти краны да то есть вот и порт вообще пулу очень старый а потому что он очень он находится в очень хорошем месте на то есть исторически это самый короткий путь из соответственно получается с балкан в италию на пенину который вот почему вот поэтому вот именно поэтому мы сидим вот здесь да то есть где такой здоровенный по идее ты представляешь это значит надо его было заполнить каким-то плебсом и сюда сколько много народу сюда влезет учитывая что тогда не было еще требований как правильно надо народ рассаживать и то что я думаю что они не сидели вот так счастлива как мы с тобой да тут они селедки забивали и вот здесь у него уже торчала следующая башка тут рядов раз два три 4 5 6 7 8 9 10 11 я насчитал наверно 12 12 рядов я не знаю исторически ли их было и там же выше тоже было вплоть до этих парк они там поднимались на борту более 12 рядов и значит если так полный круг я думаю человек 200 300 в каждый ряд можно было впихнуть вообще элементарно но считаю это 7-10 тысяч тут набивалась минимум то есть вот значит город был крупный по тем временам и имел большое значение потому что ладно время жил миллион потому что я благодаря техническому прогрессу римлян они могли поддерживать такие большие города которые потом еще много лет после среди средневекового мракобесия не удавалось восстановить то что у них были же и бани были экведуки все прочее и медицина была на высоком уровне и им удалось удавалось все таки эту смертность контролировать среди средневековая потом пошли варвары все это разрушили потом наступила средне было при признанным бракобесием и на кострах сжигали коперников и галилеев вот мы собственно говоря подкидаем амфитеатр пули то есть если кто-то поедет осенью то во-первых да и вообще если он поедет то может представлять с чем он столкнется то есть цены мы вам озвучили если есть как говорится желание ехать тут сувенирные есть вот надо тоже зайти смотреть если вы считаете что это стоит 25 евро кстати парковок тоже достаточно много это не в качестве рекламы она маленькая но набираю вот есть парковка пола центра вот на которой мы поставили два евро в час стоит маг машина вот ставите и несмотря на то что выглядит она как-то весьма занюхана новая система современная оплата только карточками номер впитывается на входе так что тоже удобно но есть и уличная парковка есть и другие парковки но это просто нам наиболее близко к центру расположена буквально в прямом смысле слова 300-400 лет пешая доступность потому что уличная может повезти может не повезти но там скорее не повезет но сразу точно не повезет придется кататься до их много ну и машины там но потом заполнили все но весь этот письки и виски полуостров он состоит из маленьких курортных городков далеко не все эти люди которые здесь бегают они живут в пули у меня такое есть подозрение что курортный сезон именно здесь еще хоть как-то худо-бедно продолжает да потому что все эти люди а там точно ничего а мы выйдем мы зайдем в этот магазин обязательно должен быть на выходе магазин туда мы идти не можем тут то там только вход выход здесь и поведение я свято верю в то что они сделали так чтоб ты мимо прошел чтобы еще немножко себя отстряхнуть денежек вот кстати вот немножко сохранились вот эти галереи и вот и сюда как я понимаю народ заваливался вот ты переживала ну какие что цены интересно все хорошо ну-ка покажи не она всякие головы 15 евро два гладиатора где а почему два ну потому что они два надо а в смысле а это что это барельефы типа 32 не ну такое я не очень а во-первых у нас такие это у нас 20 смотри 50 евро такая хорень вот 21 евро ну это как бы не ну кому нравится а что-то тут даже что-то тут ну это больше это какой-то местный хорватский деятель камушек хендмейд украшение ювелир где вот это вот все это хендмейд вот типа вот вот может посмотреть ну это понятно а это что пула написано книж эти вот ух ты даже вот такое они продают 136 евро майки центре ведь евро вот это 10 а смысле это вот чё майк хочешь спектакль гладиатора ну тут сначала осмотрим всё о господи смотри даже эти слюнявчики для детей а вот что-то на стену истра смотри да и страдала истинный истинный полуостров это форме истинный полуостров сколько такая может такую купить можно повесить на стену о смотри это часы сколько они 30 евро часы а кстати часы прикольно да между прочим может быть часы купить вот эти наверху знаете какие-то так вот это у него больше нацисты ну давай еще посмотрим еще вон эти вон два пятьдесят три пятьдесят пятьдесят ну как бы магнитов уже столько не ну как чисто на холодильник налепить чтобы было а это это что это картинки пошли еще посмотрим еще что увидим пола все это карте эти на стенке на стеночки ну кстати на стенку тоже классно пула круаша тоже нравится это что это вот это да что что я подумала ну что а там чего где там просто стопарики я стопарики уже надоели а вот стопарики пола пола и и и и